Здравствуйте! В эфире Агрошкола и я ее ведущая Галина Ремезовская. Сегодня мы поговорим с вами о самом лучшем, о том, что вырастили наши дачники. И, конечно, о проблемах, которыми они столкнулись на своих огородах. Смотрите нас, и вы научитесь многому. Есть что посмотреть. Сейчас мы пришли к гости Евдокии Ивановне, и она нас приглашает на свой дачный участок. И мы увидим, какие она прекрасно вырастила овощи. Проходите, пожалуйста. Евдокия Ивановна, вот мы подошли к вам, к вашим огурцам. Видно, какие они у вас хорошие. Подвязаны на сеточки, аккуратно все. Какие сорта вы в этом году садили и какой урожай вы получили? Расскажите нам. Брала семена хорошие. Креспина, очень хороший урожай. И отличные это на вкусовые качества. Потом брала еще Аякс, очень хорошие. Аннулька. Скажите, а вы довольны? Очень довольны. Особенно креспина. Урожай какой вы собрали? Урожай собрала в этом году. Немеренный просто. Просто они уже отходят сейчас. Потому что начались они у меня 6-18 июня. Каждый день вот это так. Ведро, полтора ведра больших. И куда вы их деваете? Продавала. И себе хватило? И себе хватило, и давала, и продавала. И сегодня вы нас угостите огурцами? Ну, конечно, вот сорву и угощу. Ну, теперь сейчас мы пойдем на томаты и посмотрим, какие Евдокия Ивановна выращивает томаты. Ни один человек, вот сколько нас людей, не остались безразличны к вашим огурцам, а к томатам тем более. Что за сорта вы посадили? Сорт, а вот этот сорт у меня, Санька, очень такой, видите, какой хороший, удачный. Не то, что хороший, а чудо, да? Да. Посмотрите, довольны? Довольны, конечно. Еще раз скажите, как называется? Сорт называется Санька. Ранний. Ранний, да. Сразу видно. Он уже начинает бурить даже некоторые. Отлично. Какие еще сорта вы любите? Вот это крупная сливка. Они высокие и очень долго, до самого октября, если только не ленится ухаживать. А вот это гибрид Тарасенко. А вот с той стороны там джина, очень хорошие тоже, крупненькие такие. А чем они хорошие? Ну, они очень вкусные и рано спеют. И что, вы доверяете этому сорту? Первый год садите или нет? Второй. И что, уже доверяете? Да, да. Отличные? Отличные. И какие еще, какие сорта у вас есть? Ну, это из Судар-завоза вот у меня. А вы вообще, как считаете, в этом году урожай у вас будет хороший? Думаю, что хороший, если Бог даст. А защиту применяете? Применяю, да. А как уже защиту вы применяете? Зависть брызгала. Ну, зависть это, чтобы лучшая зависть была? Да, да. А защита? Защита фитоспорин. Фитоспорин. Да. Вы применяете биопрепарат? Да. А почему вы применяете биопрепараты? А потому что биопрепарат, это же он не вредный. Очень приятно, когда люди понимают основу, для чего они выращивают, чтобы семья кушала экологически чистые продукты. У вас есть дети? Конечно. И они с удовольствием кушают ваши вещи? С удовольствием кушают и дети, и друзья. Сейчас мы стоим возле перца. И я думаю, что каждая бы хозяйка гордилась вырастив такой урожай. Евдокия Ивановна, как вам удалось вырастить такой перец? Ну, перчик надо обязательно сажать где-то в средине февраля, потому что, чтобы он успел оформиться. Хорошая рассада, чтобы получилось. Хорошая рассада, чтобы получилось, да. Ну и, конечно, подкормка. Подкармливать надо обязательно навозом. Можно крапиву замачивать. Очень хорошая подкормка. А так, собственно говоря, ну и вот поливала и убрызгала. Октофитом, да. Это вы защита была от насекомых? Да, от насекомых, да. Вы уже делали как профилактика, постоянно это делаете. И защиту от грибковых заболеваний, и одновременно от насекомых, да? Да, обязательно. И поэтому такой урожай. Ну, я смотрю, у вас полив. Постоянно производите полив? Да, и поливать надо обязательно каждый божий день. Потому что, если перец сутки-двое высыхает, то уже все. Он уже совсем не тот. Полив и рыхление. Вот сегодня полили, завтра порыхлили. Ну, в принципе, можно поливать и сверху. В некорневой крапива содержатся все питательные вещества, которые нужны для наших растений. Вы видите, какой перец? Можно посмотреть. Да, и семена. Вот я замачивала перца семена, тоже я покупала крапивку вот эту у аптеки. И, ну, в общем, там добавляла крапивы, меду там, в общем, всего. Делали стимулятор. А теперь вот мы подошли к ранней капусте. Ну, она уже почти что закончилась, потому что я 12 штучек всего лишь сажала. Капуста порель. Очень хорошие вкусовые качества. И все 12, как один, вот такие кочаны. Это даже маленькие остались, а крупные уже срезала. Ну, и сколько вес? Сколько веса? Вот самая большая, наверное, была килограмма два с половиной. А так были полтора, около двух вот такие вот. А вкусовые качества? Ну, неплохие, очень даже хорошие. Сочная, хорошая капуста. А это полностью вес этот самый каменная голова. Я одну, это зимняя капуста, я попозже сажала. Очень, я ее сейла, наверное, 20 мая. В общем, поздно сейте всегда капусту. Евдокий Иванович, а почему вы предпочитаете именно каменную голову? Потому что она очень хорошо хранится и вкусовые качества хорошие. Теперь вы выкопали картофель. Как в этом году у вас картофель и урожай? Ой, картофель подпортил июнь. Очень сильно жарко, но картофель, урожай бы был обалденный. Но дело в том, что у нас не было в июне воды, нечем было поливать. И это самое. А вот когда начались дожди, ну, все равно один к шести, к семи я накопала. Это я сорокодневку говорю. А эту я не знаю, что я не пробовала. Сколько там ее будет? А это у меня бурячок. Называется бордо. Ну, не пару этих ледков хватает воли. А это лучок. Это сеночка тоже хорошая вдалась в этом году. А покажите свой бурячок. Я их посадила уже, наверное, в число 10 июня. Потому что если рано сажать, то он тогда портится. А так он у меня лежит. Он стрягивается, да? Не стрягивается. Ну, когда лежит, портится. А, он когда... Вы чем позже посеете, тем лучше. Чем позже посеем, тем лучше, да, и он сохраняется. Что вы еще высаживали? Вот сейчас, в июле месяце? В июле месяце. Вот я неделю тому назад посадила картошку. Это первый раз вы сделали? Это первый раз. Попробовать. Думаю, я выкопала сорокодневку. Ну, немножко откопала. А у погреба осталась старая картошка. Думаю, дай-ка я попробую. Ну, в общем, она уже вон пролазит. Ну, отлично. Я думаю, что вы получите хороший урожай. Сейчас мы с вами перейдем на другой участок. И вы увидите необыкновенную красоту. Это цветы. А сейчас мы пришли на участок Светланы Степановны. И здесь, о чем я говорила, есть посмотреть цветы. Цветы. Светлана Степановна, я смотрю, стоит улитка на самом видном месте. Это, товарищи, символ этого года. Слизняки всех одолели. Вот сделали памятник слизью. Не знаю только, как с ним бороться. Применяла все, что только можно. А он живучий. Как колорадский жук. Ну, это наш родной. Не надо нам с колорада, а нам надо наш отечественный слизень. То есть улитка. Ну, есть, конечно, препараты. Это гроза. Как и ясное дело. Прекрасные препараты. Светлана Степановна, ну, я смотрю, у вас прекрасный водоем. Подойдем к водоему? Пожалуйста. Получили участок. Хотелось его облагородить. Супруг говорит, нет, будем сажать картошку от забора до забора. Я так вот отрезала сначала кусочек. Мало показалось. Еще отступила под цветы. Мало. Еще отступила под цветы. Но когда уже место оказалось, я думаю, надо водоем. Много ездили, смотрели. Ну, когда мы плохо жили, мы ездили по всему Советскому Союзу. Было очень много на что посмотреть. Особенно при Балке, когда я предлагала много таких вот интересных моментов. Возле каждого дома водоемчик. Маленький, большой, ну, кого как есть. Решили выкопать водоем. Выкопали, облагородили, давай заселять. Все, что только можно. Где покупали, где приобретали, где меняли. Заселяли все, что только можно. Чтоб не было кусочка черной земли под цветами. Ну, результат вы видите. Водоем. Это сложно сделать? Нет. При желании не сложно. Не сложно. Можно такой глубокий. Это супруг у меня купался здесь. Первоначально у меня была задумка сделать здесь, чтоб были и росли лилии. Но когда он начал сюда нырять, мои лилии и кувшинки начали выскакивать с водоема. Я тогда, значит, закопала там две бочки. В одном вот растет камыш. А во второй бочке, эти, не видать сейчас листовом забито, там кувшинки. И вот кувшинки цветут отдельно. Эти отдельно. Но тут можно купаться. Когда выкопали бассейн, оказалось много грунта. Куда его было девать? То ли везти на огород. Решили делать как бы наподобие Альпийской горки. Весь грунт пошел под Альпийскую горку. Камни у нас на Донбассе по дороге можно собрать, уложить как хочешь. И между ними уже засаживали растения. Первое, конечно, в первую очередь, что здесь начинают свистеть? Подснежники. Те, которые в лесу. Пролиски. Дальше пошли крокусы, тюльпаны, нарциссы. Это первоцветы. Гиацинты. И отцветается, идет следующая волна. Гвоздики начинают свистеть. Шиловидный флокс. Бадан. Почвопокровные немножко попозже цветут. Короче, одно за одним чередуется. Что-то на клумбе обязательно цветет. В течение всего сезона летнего. Ну, а осенью, конечно, все замирает. Это безусловно. Ну, для того, чтобы оттенить все это дело, мы высадили спирею. То есть загородили полностью от улицы. Не потому что от людей. Нет. А чтобы сдержать пыль, которая идет от ветров, сохранить растения. Это очень много значит. Или когда на солнцепеке гуляет наш восточный ветер, выжигает буквально все. Спирея предохраняет от выжигания. И чтобы дом не накалялся, высадили девичий виноград. Чем он привлекателен? Что ему не надо опора. Он сам по себе прилипает и поднимается вверх. Только для того, чтобы потом формируй то, что тебе надо. Обрезай, уменьшай, то есть дай ему расти. То, что вы считаете нужным, то и делаете. И вот создаётся микроклимат. Особенно, когда утром или вечером, когда после наработаешься на огороде. Отдых бесподобный. Любят друзья приходить, знакомые. Все отдыхают с удовольствием. А этот цветок, эхиноцея пурпурная. Дело в том, что он по себе сам очень красивый цветок. Он бывает разных оттенков. Но дело в том, что ценность этого растения не в самом цветке, вернее, как говорится, в красоте. А дело в том, что эхиноцея пурпурная, она повышает иммунитет. Любое растение, вернее, любой возьми цветок, листочек, корень, всё это идёт на повышение иммунитета человека. Это очень полезное растение. Лекарственное, можно сказать. И что, как вы его применяете? Завариваем чаи. Завариваю чай и добавляю обязательно. Что завариваете сейчас? В настоящий момент цветочек. Он цветёт. Ради боа. Потом, когда цветёт, видите? Заваривает листочек. Листочек. А потом? Можно и корень использовать. Это в осеннее время? В осеннее время, когда всё отсвелося, пожалуйста, корень. Его можно засушивать. В аптеках продают эхиноцею пурпурную, как лекарственное растение. Я очень люблю розы. Любовь к розам мне, наверное, привел отец. В своё время, эксклюзивная фотография, может быть, это будет не по теме, но я скажу. 44-й год. Совхоз Петровская, контора. И розы вокруг конторы. Это мне настолько поразило, что я потом заболела розами. Покупала где только можно. И посадочный материал. Сама черенковала, сама выводила. Нет, с кем-то менялась. Но в основном, конечно, розы и шли с Ивановского питомника. Жаль, что этот питомник перестал существовать. Посадочный материал у них был изумительный. Но розы бесподобные. Что в гапах? Королева сада. Королева сада и не иначе. Какая красота, куда не посмотришь, да? Да, розы. А запах какой, аромат. Как только роза отцвелась, вот сейчас я покажу. Это второе цветение уже? Это вторая волна пошла. Это вторая волна пошла. Роза отцвелась, вот я показываю. Я только вот легонечко ударила, а листочки посыпались. Я это сламываю, чтобы роза не истощалась на создание семян. И начинается цветение, беспрерывно идет. Теперь будет до конца года, вернее, до конца лета будет цвести, до глубокой осени. Когда уже морозы, тогда уже прекращается цвет. А какие еще ваши любимые цветы? Глория. Глория? Вы имеете ввиду роза Глория? Роза Глория. А самые любимые цветы? Розы и еще? Розы, ромашки. Розы, ромашки и васильки. Полевые васильки. Светлана Степановна, но, к сожалению, мы сейчас перейдем на другой участок, но я хочу вам пожелать, чтобы и ваша жизнь была как розы. Хорошо? Спасибо. Спасибо за пожелание. Сейчас мы с вами пришли на третий участок. Людмиле Ивановне. И вы посмотрите, каждый участок – это индивидуальность, как и сами люди. Каждый человек создает свое. Людмила Ивановна, какой стиль вы выбрали? Я сельский, потому что сама села, поэтому сельский стиль выбрала. При уходе на пенсию, значит, решила, чтобы не было свободного, пустого времени у меня, и чтобы это болезненно я не перенесла, чтобы чем-то себя занять, какое-то увлечение, что было. Я приобрела дачу и вот стала заниматься этим сельским типом создания уголка для души. Сколько лет вы занимаетесь? Три года вот. Этой даче три года, как мы ее приобрели. Вот. И началась с того, что тын, сделали тын, сделали аиста сами, забор сами делали маленький, такой, ну, как смогли. И все, дорожки потом со временем, потом перешли к водоему, потом перешли, сделали, на следующий год уже сделали журавель. Ну, захотелось так вот, как вот я помню, в детстве это было, вот, журавель, что там была ведерочка, водичка, что там козочки посвязали. Приглашайте на участок. Пожалуйста, проходите. Вот этот тын тоже сама делала. Пробная работа была. Как смогла, так и сделала. Оценили, сказали, ничего, для первого раза сойдет. Вот второй тын тоже делала сама. Вот, вкопали вот водоемчик небольшой здесь, поставили козочку, пасется она у нас. Вот этот вот сделали, загородный тын, с журавлем. Вот, ну, хотелось, чтобы было, да. Ведерочка тут у нас вот под солнцем. Вот. Цапля у нас с лягушкой. Здесь можно посидеть, когда польешь и устаешь, можно будет немного отдохнуть на этой базе отдыха. Тоже уголочек такой для души. Вот. Потом водоем. Есть еще водоем. Можно пройти к водоему посмотреть. В том году я тоже сделала этот участок небольшой. Аиста поставила. Сделали водоем, выложили камнем, растительность туда приобрели, рязку приобрели. Ну, сейчас просто с отсутствием водички немножко так он зарос. А вот так вообще этот уголок очень хорошо и выглядит. Хвойников очень, люблю очень хвойники, поэтому здесь у меня их много. Вот. И эти композиции, они просто, выходишь с домика, и сразу на них внимание обращаешь. И как-то вот, сама мальва посеялась, просто шикарное такое дерево, вот это с такими красивыми розовыми лепесточками. И она просто так, ну, украшение какое-то, это свисает прям в водоемчик, поэтому хороший уголок для души. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь помидоры росли, много цветов, грядка была полностью перекопана, но до этого я обратилась за советом к специалистам, потому что самой, ну, не хватило немного, вы знаете, мышлений, ну, знаний, конечно, еще не хватило, чтобы хотелось красоту. Понимаю, как, а сказать не могу. Поэтому, обратив к специалистам, они помогли оформить эту клумбу мне, газонной травой помогли, подсказали, как, что. И я очень благодарна. А теперь для меня, получается, тоже, ну, не самый любимый, но тоже очень, очень, потому что мне обиделись другие мои клумбочки. Самый тоже приятный уголок для души. Конечно, буду любить и лелеять. В следующий год будем двигаться дальше, что-то будем менять, что-то будем изменять, менять другие клумбы. То есть, ради этих вот минут, которые провожу я на даче, а я провожу здесь почти все время, я здесь живу с ранней весны до поздней осени, я считаю, что стоит жить. Вы знаете, нужно любить землю, и нужно, ну, настолько понимать ее, что было легко. И остаток жизни, вот тот, который на пенсии люди обычно проводят и огорчаются, я считаю, что нужно просто полюбить и быть на ней, дышать ней, радоваться солнцу, радоваться цветам каждое утро. И тогда все будет хорошо. И пожелания нашим телезрителям? Ну, если у кого-то есть возможность приобрести дачу, или у кого-то есть свой участок домашний, ну, дома есть участок садовый, да, вот, можно обратиться к нам, садовоческое общество «Восход», мы поделимся буквально любым, у нас очень много посадочного материала, мы можем поделиться, вот, и можно обратиться опять же так же к специалистам, которые помогут вам это сделать, если вы не можете сами, помоют маленький уголок, никто не говорит о больших грядках, там, маленький уголок, где, может, человек релаксацию получит, вечером сядет, после трудового дня, сядет и отдохнет. Ну, буквально немного места. Но этот уголок обязательно должен быть в каждом дворе. Спасибо вам большое. Сегодня мы с вами прощаемся. Приходите к нам, в Клуб Органического земли. Будьте всегда с нами. И вы об этом не пожалеете. И смотрите нашу передачу по средам. До свидания. Всего вам лучшего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!